Прошлой осенью эксперты Общероссийского народного фронта в 30 регионах России выявили более 14 километров теплосетей с поврежденной теплоизоляцией. В Чите за недельный рейд таких участков оказалось суммарно уже 2 километра. И если где-то скорлупа утепления отсутствовала частично, то в ряде случаев трубы длиной в 500 метров стояли абсолютно голыми, буквально отапливая улицу. В четко видно, что светится красным цветом – это исходящее тепло. Синим цветом – это заизолированная часть трубы. Она как раз не светится красным, поэтому говорит о том, что тепло с той части трубы никуда не уходит. То есть, если мы посмотрим на всю протяженность трубы, все открытые участки, они горят именно красным. Именно тогда, в октябре, в самом начале отопительного сезона, эксперты приглашали в рейд и ресурсников. Но они принимать участие в организованном для них же мероприятии не посчитали нужным. Администрация Читы все-таки для галочки поприсутствовала. Результатом рейда стало письмо в Комитет городского хозяйства с требованием провести аудит по наличию изоляции на теплотрассах. На дворе апреля отопительный период вот-вот подойдет к концу. И администрация, конечно, никакого аудита не провела. А ресурсники, видимо, для успокоения собственной совести, закрыли голые трубы именно в тех местах, где указали общественники. После того, как участки были выявлены точно, данная информация была сообщена, но почему-то специалисты, которые ответственны за восстановление сетей, именно точно произвели ремонт восстановления сетей, не удосужившись пройти и проанализировав саму протяженность сети. 10 метров 50-70 пройтись, то есть на протяжении 50-70 метров мы уже с вами только что выявили два участка, которые с октября прошлого года в таком же состоянии находятся. Поздней осенью температура стенок труб на улице достигала в среднем 70 градусов. Сегодня она, конечно, ниже, но это не отменяет того факта, что за теплопотери переплачивает потребитель, тогда как средства на надлежащую эксплуатацию уже заложены в тарифе. Если в нескольких местах, куда ОНФ носом ткнула собственника труб, теплоизоляция восстановлена, то рядом с собственным предприятием картина более чем странная. Наглядный пример отношения к восстановлению теплоизоляции. Сотрудники едут на работу, видят голый участок трубы находится, но почему-то им для этого нужно дополнительно письменно сообщить, что ребята, будьте, пожалуйста, любезны, восстановите теплоизоляцию, указать их же адрес. Свой адрес монополист, скорее всего, знает хорошо и хотя бы прилегающий к предприятию территорию содержит в порядке, чего не скажешь о местах восстановления теплоизоляции. Стекло, бутылки, брошенные перчатки, стяжки, старая скорлупа. Кто это должен убирать? Неужели собственники домов снова должны платить из своего кармана еще и за вывоз мусора ресурсника? Если бы тепловые сети были бы надлежащим образом заизолированы, соответственно, происходило бы меньше теплопотерь. А следовательно бы требовалось меньше ресурсов для подогрева теплоносителя, что впоследствии, возможно, бы помогло снизить тариф. На запрос УНУЭФ о предоставлении плана и сроков восстановления теплоизоляции ТГК-14 дала ответ, что трубы якобы являются стратегическими объектами и информации о них раскрытию не подлежит. По всей видимости, выполнять свои обязательства монополист готов лишь принудительно. В данном случае имеет место обращение в прокуратуру края. Тамара Ванфули, Николай Шунков, ЗАПТВ.